Мне нравится, что это называется концерт размышления потому что я думаю, что разговор о жертвах политических репрессий и о новомучениках он, с моей точки зрения, не должен иметь чисто мемориальный или поминальный характер Скорее, то, что меня волнует, это вопрос о том к чему это наследие мотивирует или обязывает или вдохновляет нас самих то есть как жить в мире, как жить свою жизнь помня и зная о том, что те события, которые связаны с судьбами жертв политических репрессий советского периода, происходили Поэтому для меня лично вот эта ключевая тема моих размышлений в связи с сегодняшним вечером наверное, я попробую сегодня что-то об этом сказать что-то спеть Но для начала, наверное, в первой части несколько песен, может быть, тематически связанных с советскими политическими репрессиями первая песня будет называться «Окаянные деньки» названа она по книге Ивана Бунина «Окаянные дни», в которой как раз описывается его наблюдения, ощущения, связанные с событиями после, как я понимаю, октябрьского переворота Наверное, скоро мы поймем за что нам это тревожный Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Закрыл глаза и не хочу Глядеть на этом Ни то я тоже закричу Вся власть с советом Красноармеец молодой Из Петрограда Уже ведет нас за собой Кругами ада Забудь про радость и уют Так не бывает Здесь даже птицы не поют А как бы лают И всех нас гонит общий страх К единой цели И мысли в наших головах Охоменели Субтитры создавал DimaTorzok Как мило не хлопать Прям вот в течение песен Ты как? Да? Как благословить Ну то есть можно После песен Прям не хлопать А тебе как по звуку? Нормально А вас слышно слава главная? Да Слышно Вот Сейчас я спою песню Которая из современной жизни Она такая фактически сатирическая Но она исследует тему Которая для меня очень важна В связи с темой Политических репрессий Это тема того Каким образом Распространяется И торжествует Дух доносительства Каким образом Возникает такое настроение Или такая возможность В обществе При которой возникло То количество доносов Которые были написаны В 20-30-е годы Тут в песне будет описана Простая бытовая ситуация Но в ней я попробовал исследовать Как вот эта Как вот эта болевая точка Срабатывает Босса ноу Называется Усталые люди Откуда взялся этот парень Всего квартал Как он в компании О чем он там на совещании И почему кивал начальник И что там у него за планы А как на это смотрит главный Он все-таки какой-то странный Этот парень Усталые люди Вращают шестеренки мира Усталые люди Придут из офиса в квартиру Усталые люди Сидят по пятницам в трактирах И все продолжается Сегодня снова понедельник А он счастливый Как бездельник А может это из-за денег А вдруг он вражеский подельник А что он пишет в своем блоге О президенте и о Боге Он все-таки какой-то странный Этот парень Мне кажется, он ненадежен И это так меня тревожит Я напишу Пускай начальство знает тоже Пускай начальство знает, что он дерзкий парень Усталые люди Вращают шестеренки мира Усталые люди Придут из офиса в квартиру Усталые люди Сидят по пятницам в трактирах И все продолжается И все продолжается И все продолжается Спасибо Напутал все слова В втором куплете Ну, как бы ключевой смысл Все-таки, я думаю, что Можно было вынести Для меня тема политических репрессий Это тема В общем, прямым образом Коснувшаяся моей семьи В разных аспектах И раскулачивания Сестры, семьи моего прадеда И ссылка на 10 лет без права Переписки с сестры моей прабабушки Там была такая история Кстати, довольно характерная Во время войны Люди в населенном пункте Попали в окружение И немцы их загнали в церковь И там была женщина У которой болел ребенок А моя прабабушка Вернее, ну, как бы сестра Моя прабабушка В общем, прабабушка Она хорошо знала немецкий язык Вот И она попросила у немцев Которые там находились Вот для ребенка Принести воды И какую-то о нем Проявить заботу Ну и потом Значит, кто-то Вот Так сказать Сообщил Что такая-то Такая-то Общалась с немцами С немцами На немецком языке Вот После чего Она на 10 лет Отправилась в Караганду Без права переписки Работала там И прачкой И заведующей прачечной Ну, в общем, ровно через 10 лет Она вернулась Слава Богу Вот А мой прадед Который был замужем за За Женат Женат, да Женат, извините Женат за Девушкой из графской семьи То есть из дворян Он Каждый день Уходя на работу Клав в карман зубную щетку Потому что понимал Что вернется Он и не вернется Это, в общем, еще большой вопрос Вот Поэтому, мне кажется Тема политических репрессий Она, как бы, не где-то далеко Она Так или иначе Связана Там Семейной памятью Или с семейной памятью Каких-то людей Которых мы знаем Это такая тема В общем, еще очень близкая Вот Ну, а кроме этого Для меня эта тема близка Потому что я много лет Возил трудников на Соловки Вот А там, конечно, была такая Вершина вот этого Системы ГУЛАГа Да Где находился Соловецкий лагерь особого назначения Где, собственно, вот эта Адская сущность Безбожного советского режима Она себя проявила Буквально И Не прикрыто Просто это было Место Жестокого истребления людей Жестокого мучения над людьми Вот просто ад, как он есть С моей точки зрения Вот он, собственно, и происходил на Соловках Поэтому сейчас я спрою песню Которая называется Соловки Если хочешь средства От тоски От тоски Получай в наследство Соловки Если хочешь средства От тоски Получай в наследство Соловки Эх, что здесь творилось Между людьми Ты еще не понял Так пойми Выходи Выходи на берег И смотри В лабиринках Пляшу Убери С красными бантами На груди И Товарищ Сталин Впереди Если хочешь средства От тоски Получай в наследство Соловки Черной головою Черной головою Брать Тюлень Нам с тобой Маячит В этот день А под синим небом Как пожар Молится святой Элиазар А под ногами спрятан Рай, рай, рай Ржавою лопатой Откопай Если хочешь средства От тоски Получай в наследство Соловки Если хочешь средства От тоски Получай в наследство Соловки Ну вот Вот Сейчас уже Наверное Я бы перешел От Темы Как бы Воспоминания Тема пометования Об этом Которая с моей точки зрения Очень важна Но все-таки Это еще как бы далеко не все Потому что Дальше Вопрос Извините Может быть я сегодня там Буду больше говорить чем петь Но для меня это достаточно Принципиально Вопрос Который С моей точки зрения Ставит перед нами Вот весь этот опыт Да Связанный с политическими репрессиями Это вопрос о том А как собственно мне лично жить свою жизнь В связи со всем с этим И Наверное Ключевой урок Который Я как бы для себя извлекаю Из этого опыта Из опыта людей Которые через это прошли Конечно из житий новомучеников Которые я читал Это урок Человеческой цельности Это урок Собранности Мысли Чувства Действия В одном человеке Который остается как бы верным Тому во что он верит Это наверное в первую очередь связано С новомучениками А второе Это понимание того Что мир В котором мы пребываем В котором мы живем В том числе социально-политические Его измерения Это страшное Страшное место И что никто не застрахован От повторения ГУЛАГа Или от повторения Освенсима Или чего-нибудь еще похуже К сожалению Потому что мы знаем Что мы видим Как в 20 веке Великая немецкая нация Родившая Канта Гегеля и так далее Пришла к газовым камерам Мы видим Как в нашей стране Значит возник ГУЛАГ Это все было совершенно недавно Вот этот блок Я хотел бы закончить Песней Которая называется Иди и смотри Я не помню Каким я попал в этот город Но я помню Каким я ушел Там повсюду Там повсюду замки И глухие заборы И за каждым Бетонный мешок В каждом здании Банк, ресторан и аптека Можно долго и весело жить Я пришел в этот город Я искал человека Мне хотелось поговорить Он стоял у метро В дурацком берете И глядел На утренний свет Я еще не спросил Он уже мне ответил Но я с детства знал этот ответ Я закричал Что схожу С ума от испуга И ношу свою пропасть внутри И он пикнул Если хочешь быть моим другом Это просто Иди и смотри И я пошел за ним И он был мой Вергилий Круг за кругом показывал Ад Я встречал стариков Которых забыли И детей На которых кричат И я спросил его Что стряслось в этом мире Неужели осталось лишь зло И он ответил мне Понимаешь, милый Здесь не холодно И не тепло И я пошел за ним в рай Я увидел влюбленных Удивленных Прекрасных людей Там Ван Гог рисовал Свой первый подсолнух И апостол шел по воде И я рыдал под родным Весенним закатом Был закончен Мой судорожный бой И он сказал Если хочешь Быть моим братом Собирай это небо с собой И я не помню Каким я попал в этот город Но я помню Каким я ушел Я швырял себя в ямы Поднимался на горы Было плохо И хорошо И я не стал святым Но запомнил Как он Улыбаясь Кормил голубей И говорил Выбирай Свой ад И свой рай Ты по жизни Наносишь в себе Он говорил Выбирай Свой ад И свой рай Ты по жизни Наносишь в себе Спасибо большое Еще увидимся Субтитры Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода